Был колоссальный страх, просто колоссальный страх, потому что это всё пошло не так, как я себе это представляла. Это я на второй день после рода. Добрый день, друзья! Сегодня мы наконец-то поговорим о моих третьих родах. Наконец-то у меня выдалась минутка, когда у меня есть время вам записать это видео. Да, видео о третьем триместре лежит на канале. Вы помните, какой мне достался врач в эту беременность. Очень интересная женщина. И начну мою историю с того, с этого похода, с последнего похода к этой женщине. И если вам интересно узнать, как я родила в третий раз, то оставайтесь, конечно же, со мной. Итак, друзья, мне поставили вообще день родов на 1 июня. И я ожидала этот срок, конечно же. Но хочу сказать, как-то вот в третью беременность у меня не было такого, вот быстрее родить, быстрее родить. Если вот в первую беременность, когда я сильно ждала, когда я же ее рожу и так далее. И вот у меня ночью тогда резко пошли схватки. И в течение 10 часов от первой схватки я уже родила. То есть у меня тогда ночью в 4 утра началась первая схватка. И я уже тогда в 2 часа дня родила ребенка. То также вторые роды у меня, коротко забегу вот назад, да. У меня весь день как-то какие-то легкие тянущие боли были. Но я даже не думала, что это схватки, потому что там не было никакого ритма, ничего. И потом, когда я вечером уже пошла спать, легла в кровать, резко пришла боль. Мы тут же поехали в клинику. И в течение 40 минут я родила мою вторую дочь. То, конечно же, третьи роды я ожидала, что будет все быстро. Также я ожидала, что примерно по такому же образу, что у меня начнется какая-то резкая боль, мы там схватим сумку и поедем в роддом. Но произошло все совсем-совсем по-другому. В день ПДР я пришла к моей той врачихе, которую вы помните с третьего триместра. И она посмотрела меня, и она увидела, что у меня уже день ПДР. И сказала, давай тогда сделаем УЗИ, посмотрим. Она, в общем, начала делать УЗИ. И я не знаю, так оно или нет. Но, в общем, она начала говорить мне, что у меня уже потихонечку становится мало воды. Она измерила, и там что-то какой-то показатель. Был какой-то АФИ, как-то так он называется. Может быть, кто-то здесь смотрит меня как акушерка, как врач, может быть, знают эти показатели. Ну, в общем, какой-то вот показатель АФИ был у меня 7,14, что-то такое. Я, в общем, домой пришла, посмотрела. Это был, в принципе, еще не критичный показатель. Но в тот момент, когда я у нее была, она мне сказала, ой, у тебя уже мало вод, надо тебя уже переправлять тогда в клинику. То есть она мне начала как будто опять делать страх, честно скажу. И начала говорить, что если я там, да, еще через 3-4 дня не рожу, то меня надо, конечно же, уже искусственно стимулировать. То есть отправлять в клинику и искусственно стимулировать. Честно скажу, я была, мягко говоря, в шоке, потому что я прекрасно знаю и первого ребенка, и второго ребенка. То есть первое я переносила как бы от ПДР 40 недель плюс 3 дня. Юлечку родила в 40 плюс 0, то есть ровно в срок. И сейчас я понимала, что даже если я переношу там плюс 3 дня или еще что-то, то есть это будет не критично. Но она мне начала уже, опять же, как я говорю, это все зависит еще от врача, кому вы попадете. То есть она мне начала говорить, что у меня стало уже мало вод. Я себя чувствовала на тот момент прекрасно. Я чувствовала, видела, что животик стал уже чуть-чуть меньше. Но я всегда знала, то есть у меня и в первую, и во вторую беременность всегда начинал уменьшаться немножечко животик перед родами. И никто мне никогда никакой маловодия не ставил. Я бы наоборот видела, что это готовится организм к этому. Но может быть, я не знаю, я не врач, поэтому я вот просто говорю, как это было. Я пришла домой, конечно же, я расстроилась, потому что я понимаю, да, мне надо рожать. Но я вообще не готова на какую-то искусственную стимуляцию. Почему? Потому что могу отдельно записать, наверное, ролик. Я просто скажу так, я за натуральный подход. Вот для меня какая-то искусственная стимуляция – это уже тогда, когда вот есть колоссальный риск для женщины и для ребенка. То есть уже вот женщина переносила реально срок, уже видно, что там плацента начинает, я не знаю, барахлить, и уже вся там, как говорится, закалцинированная. То там может быть каких-то определенных таких, когда есть серьезные показания, да. Когда у меня особо нет никаких показаний, она посмотрела, у меня плацента прекрасно работает, все нормально и так далее. И она начинает что-то копаться и так далее, потому что она понимает, что уже подошел ПДР, и все, меня надо, как бы надо отправлять уже побыстрее. То есть я говорю, я за натуральный подход. И в итоге, в этот день, я думаю, господи, что делать, я пошла быстрее в магазин и купила такой чай, который, ну, как будто бы, в общем, это листья малины, как будто бы они помогают расслабиться, помогают запустить родовой процесс. И я, в общем, начала пить вечером этот чай. И вечером перед сном я почувствовала, что ребенок какой-то неспокойный. Он как-то начал внутри меня часто шевелиться, поворачиваться туда-сюда, еще как-то. И прям, я бы сказала, там где-то биться, еще что-то. И как мне стало так, ну, непонятно. И в этот момент я уже легла спать на кровать и повернулась на один бок. И у меня такое было ощущение, такого не было ни в первые роды, ни во вторые роды. Такое было ощущение, как будто бы я лежу на ребенке. Я даже не знаю, может быть, потому что у меня, я вот точно сказать не могу, действительно началось малое родие. Может быть, я не знаю. Но было такое ощущение, что я как будто бы, то есть, у меня напрягался как будто бы живот. И я вот лежала на каком-то как будто каменном животе. И мне казалось, что вот это вот, все вот это, есть уже мой ребенок, я на нем лежу. И когда я попыталась лечь на спину, вообще это не шло, на спине тоже уже при таком сроке лежать нельзя. Я повернулась на другой бок, и все то же самое повторилось. То есть, я не могла просто заснуть. То есть, я дремала, хотела спать, но я чувствовала, что с животом что-то происходит. Я даже не знаю, что это. Может быть, это были схватки. Может быть, у меня действительно уже началось это маловодие. Но ни в первую, ни во вторую беременность я не ощущала себя так. То есть, я спокойно каждый раз ложилась спать, насыпала, и все было нормально. То есть, живот я никак не чувствовала. Тут я чувствовала весь живот, и он никак не болел. Это было просто ощущение, как будто бы я вот лежу уже на твердом большом ребенке. И мне не хотелось его как-то сдавливать. Я попыталась лечь на другой бок. И так же у меня все давит, как будто бы. И, в общем, я подумала, думаю, господи, может быть, у меня там как бы полный уже мочевой пузырь. Надо бы сходить, да? И, когда я встала и пошла в туалет, то в туалете произошло то самое, чего я всегда боялась, честно скажу. Но оно произошло, в общем, с меня ручьем просто резко хлынула вода. И в одну секунду, то есть, у меня порвался пузырь, и с меня начала течь вода. И причем так, надо сказать, ого-го, сколько много, да? Когда она мне говорила о маловоде, я не знаю, какой там маловоде, то есть, у меня действительно там потоп был такой полный в ванной комнате. И тут у меня произошла паника, потому что ни первый раз, ни второй раз у меня абсолютно были всегда классические роды. Вот это все начиналось со сваток, эти сватки нарастали и так далее. И только уже коротко, буквально перед тем, как родить ребенка, у меня лопал пузырь. И там через буквально несколько минут там выходил ребенок, да? То есть, здесь получилось иначе. Здесь у меня лопнул пузырь на ровном месте, да? Я вообще этого не ожидала. Я говорю, я чувствовала какое-то внутреннее давление, как будто бы. Что сказать? Тут у меня происходит в этот момент паника. На часах в тот момент было полвторого ночи. Схватили сумку и поехали быстрее в роддом. В роддоме тоже была такая ситуация. Наш роддом переехал, они открыли новое здание. И нам говорили, вот здесь вот главный вход, вот в это новое здание. Сюда также зайдете, все осталось старое. Только там палата другая. Вот мы приезжаем к этому старому входу. И в полвторого ночи, ну мы пока доехали, это было, может быть, где-то уже без 10-2. Мы подъезжаем. Вход этот главный закрыт. Ни одного человека нет вообще нигде. И в машине я уже начала ощущать, что у меня начинаются свадки. Надо сказать, так как я никогда не рожала с того момента, что лопается пузырь, я говорю, у меня были всегда классические роды, то меня это дико напугало. То есть я всегда, я понимала, что вот эта подушка безопасности, да, в виде этого пузыря держит ребенка, можно сказать, в защитном коконе, да. То есть туда не могут попасть ни бактерии, там вода, ребенок всегда в защите. Я могла спокойно тогда ходить и ни о чем не думать. Тут я, когда села в машину, я дико боялась, что я сажусь уже на голову ребенку, потому что этой защитной воды нет. Что уже риск инфицирования может произойти, если быстрее не родить, потому что тоже все, уже все нарушено, да. И самое страшное мне казалось и было, что схваток-то у меня еще нет, то есть рожу ли я его сама или меня в итоге экстренно будут кисарить, я не знала. То есть, да, у меня, честно скажу, был колоссальный страх, просто колоссальный страх, потому что это все пошло не так, как я себе это представляла. В итоге мы подъехали к этому входу, начали кого-то искать, я вышла с этой машины, стою у этого входа, у меня начинаются потихонечку схватки. Но стоять я могу, но эти схватки начинаются. Я вот стою и думаю, боже мой, в пол второго, может быть, без десяти два ночи, никого на улице нет. Я стою беременна, войти в клинику мы не можем, никакого не охранника, никого ничего нет. Наконец-то мы потом увидели надпись, что надо там объехать, и что новый вход теперь они изменили, и новый вход теперь совсем с другой стороны этой клиники, клиника очень большая. Мы подсели в машину, поехали, в общем, объезжать всю эту клинику. Пока мы шли, у меня начали нарастать боли. Честно, если кто-то боится болей в родах, то тут я, наоборот, была наконец-то рада. Я была рада, что у меня идут эти боли, потому что мне дико не хотелось никакого кесарева. То есть я, я говорю, я тот человек, который за натуральные роды, за минимальный какой-то, ну, можно сказать, инвазивный процесс, или как это еще сказать, ну, в общем, в какое-то мешательство, да, я максимально за натуральность. И поэтому мне дико не хотелось, дико не хотелось, чтобы, как бы, меня потом прокисарили. Поэтому эти, когда боли начали нарастать, меня, наоборот, отпускало, и я ждала, наоборот, эту боль, чтобы эта боль начала, как бы, ну, проявлять себя и приходить. Боли были где-то раз, наверное, в 10 минут, и очень, я бы сказала, слабые. Вот, в итоге мы, наконец-то, зашли в эту родильную палату, и тут же я сказала, что у меня все отошли воды, вот как полчаса назад, и чтобы, да, что нам делать? Меня провели там в маленькую комнатку, там, где у них просто это не родильная палата, это просто там, где можно записать КТГ, и подсоединили меня к КТГ. Когда я стояла, меня еще там каким-то, я не знаю, какой-то шнур там прицепили, да, на живот и так далее, и когда я еще стояла, у меня уже начались такие достаточно сильные схватки, и мне надо было уже эту схватку прям так проживать. И я стояла, помню, то ли за мужа, то ли как-то за что-то вот так вцеплялась в этот момент, и вот проживала эту схватку. И тут, когда она наконец-то подцепила все это и говорит мне, ложитесь, говорит, мы еще посмотрим, роды ли это у вас. Я говорю, в смысле, как это, роды это ли у меня, когда у меня отошли воду? Нет, нет, нам надо точно удостовериться. Я думаю, ну хорошо, ладно, удостоверьтесь, потому что, думаю, ну, спутать это точно невозможно просто. В итоге меня положили, и я легла, и этот КТГ начал записываться. И тут, когда я легла, у меня еще схватка, наверное, одна произошла, и то уже слабее. И тут я лежу, и понимаю, что у меня схваток больше нет. А они записывают этот КТГ полчаса, сказали, спокойно лежите, мы сейчас все запишем, посмотрим. А я, наверное, та бешеная мамаша, которая понимает, что защитной кронки-то больше нет, и мне как бы родить-то надо побыстрее. Пока я здесь лежу полчаса, и мой ребенок там без защиты, риск инфицирования, ну, то есть, он очень велик, да, там дается вроде бы, я вот не хочу врать, вроде бы 24 часа, да, чтобы женщина родила, если ее лобну уже пузырь, потому что потом уже риск инфицирования плода очень высок, да. Но, как бы, я понимаю, что мне надо быстрее родить. И то, что они мне просто вот так положили, и у меня ушли все схватки, и тут я смотрю просто на этот КТГ, пульс ребенка был в районе где-то 100-25, вот так вот где-то, насколько я помню. Ну, в общем, пульс как будто бы слабоватый был, я увидела, потому что обычно нормальный пульс в районе 140-150, вот так вот должен быть, насколько я помню. А тут он был такой где-то 120, иногда 115, и я такая лежу, и у меня больше схваток нет, и схватки показывают там 10, 9, то есть, это вообще, это не схватки, да. Нормальная схватка должна там подниматься, чуть ли не под 100, там, и падать, да. Вот это хорошая идет схватка, да, а тут у меня там 9, 10, то есть, это не схватки никакие. Я такая лежу и смотрю на пульс ребенка, на эту схватку, и понимаю, что это не то, чего я хочу, собственно, потому что что-то здесь не так. Сейчас, думаю, придут врачи, скажут, что пульс ребенка падает, в схваток особо нет, и меня, собственно, думаю, экстренно повезут побыстрее кисарить. И думаю, не-не, такое не пойдет. И сказала мужу, позови, пожалуйста, эту акушерку, и она подошла. Я говорю, извините, а мне можно встать? Она говорит, да, а что вы хотите встать? Я говорю, да, я хочу стоять. Мне можно? Или, говорю, есть опасность, что, потому что я знаю, если там пузыря уже больше нет, что иногда в каких-то случаях пуповина ребенка может выпасть. И, в общем, одним словом, у ребенка может начаться кислородное голодание. То есть это опасно вообще жизненно, да? Она говорит, нет, нет, головка вставленная, на вашем сроке вы можете даже уже без пузыря стоять. Поэтому, если вам нравится, вы можете встать. И я начала вставать. Мой муж говорит, ты уверена? Как бы я говорю, я уверена. Я говорю, я до этого читала, подготавливалась, что вот это вертикальное положение женщины, оно гораздо лучше способствует раскрытию, оно гораздо лучше способствует вообще прожить эту схватку, потому что в этот момент помогает также сила притяжения, да? И я встала, и как я только начала вставать, когда я только начала двигаться в целом, у меня поперла схватка под 60, как я только встала, через буквально 3 минуты она поперла под 90, и я стала стоять, и там еще, говорю, комната, это не родильное помещение, это просто вот как они, ну, предродильное что ли, просто там кроватка стоит такая, и в принципе КТГ, больше там ничего нет. И там схватиться не за что, ничего, я просто вот так стою, держаться не за что, и вот просто пытаюсь прожить эту схватку. А схватка, честно скажу, началась просто аховая, просто аховая боль. Ну, я себе сказала, пускай это будет аховая боль, главное, чтобы я быстрее родила. Быстрее родила, чтобы ребенок быстрее появился на свет, я вытерплю все, но я быстрее рожу. И так я простояла, наверное, может быть минут 10, и честно скажу, пока я стояла, так как опереться особо не за что было, я вот в этом родильном помещении, не родильном еще помещении, вот в этой какой-то комнатке, я понимаю, здесь я еще не рожу, и вот это время, эти минуты, они для меня как длились, длились как часы какие-то. Я, в общем, мягко говоря, в этот момент думала, боже, боже, как мне плохо, боже, как мне плохо. Но эту боль, я ее принимала, и я ее, ну вот, как бы хотела, чтобы она была, да, потому что моя была цель быстрее. В этот момент, через уже буквально 5 минут, подошла опять акушерка, и когда она увидела вот эти вот схватки, да, когда я лежала, и схватки там 9-9, да, 10 процентов, то есть это не схватки, и тут, когда я встала, у меня поперли опять такие хорошие, ошпаривающие, я бы так это назвала, ошпаривающие схватки, когда тебя просто каким-то кипятком обливают каждый раз. Наверное, да, так можно сравнить эту схватку. Не хочу никому никакой страх делать, так я просто испытала мои третьи роды. И меня тогда она сказала, ой, да-да-да, нам уже пора переходить в родовую палату. Отключила от меня все эти приборы. Я, в общем, перешла в соседнюю палату, и там уже была вот родильная, можно сказать, кресла, да, и когда у меня в документах она посмотрела, что присутствует с рептокоп B, и когда есть с рептокоп B, как я уже говорила в видео о третьем триместре, то обязательно при родах надо ставить антибиотик. И антибиотик начинает капать именно внутривенно. И тут она, я так скажу, досталась не совсем, видимо, какая-то опытная акушерка, потому что она, я не знаю, когда она на меня посмотрела, она как-то растерялась, что ли. И тут она начала пытаться сделать этот антибиотик, повесила эту капельницу и начала прокалывать мне руку и ставить эту конюлю, которая как-то закрывается, и потом они просто подключают разные другие какие-то капельницы, если надо вдруг. И обычно эта конюля как-то, насколько я помню, всегда мне ставилась вот здесь, вот где рука не сгибается. И тут она ставит мне ее здесь, засовывает туда огромнейшую вот такую, конечно же, иголку. Эту руку в итоге я не могу как бы согнуть, это дико неудобно, когда она начала прокалывать, я не знаю почему, то есть то ли она неопытная, то ли она очень сильно переживала. Ну, у меня начинает просто вся рука кровить, я не знаю, он начинает по всей руке идти кровь. Муж мой стоит, у него вот такие вот глаза просто в шоке. Я, если честно, то есть то ли на фоне вот этих сваток или еще чего, вот эта кровь, то есть она у меня не вызывает никакого страха, абсолютно ничего. У меня просто главная цель, да, я думаю, знаю, она все равно в итоге сможет поставить мне эту конюлю. И у меня вот это не настолько включилось побыстрее родить, что все другое почему-то как-то стало мне вообще без разницы. Я вижу, как у ее руки трясутся, она какая-то вся взволнованная. Мой муж, видя эту кровь, тоже весь взволнованный. И у меня было такое ощущение, что в этих родах самый такой спокойный человек из всех них, это была я. Я стою спокойно и думаю, господи, успокойтесь, думаю, достань мне спокойно эту конюлю, поставь нормально. В общем, потом с какого-то второго раза она опять мне ее ставит, смогла все остановить, закрыла и так далее. И тут я понимаю, что я вообще эту руку согнуть не могу. Я смотрю, там огромнейшая стоит эта иголка, и она начинает подсоединять эту капельницу. И я ей говорю, извините, говорю, извините, я прошу прощения, говорю, вы не могли бы мне все-таки эту конюлю убрать вот сюда куда-то, потому что мне дико неудобно, и вообще руку никак не могу согнуть. То есть мне надо вот так вот ходить с рукой, потому что если я сгибаю ее, я ощущаю эту иголку, которая мне давит дальше в другие вены, и там внутри, мне кажется, руки разрывает мне дальше ткань. И она мне говорит, ой, да, что совсем плохо, что совсем, я говорю, да, потому что я ощущаю эту иголку, и она мне не очень, и она мне как-то давит. И тогда она сказала, ну хорошо, ладно. В общем, она начала доставать эту конюлю, опять кровь. Потом она начала опять вот здесь мне протыкать руку, насколько я помню, вот сюда куда-то вену. И она опять, я не знаю, то ли она неопытная, то ли еще что-то, и даже вот здесь у нее опять начинает у меня хлистать кровь. Вот, я не знаю, что она и как ставила, то есть и она, когда при виде этой крови сама начинает теряться, вся вот такая на панике, в этот момент, когда она это все делает, я стою, надо сказать, я не могу ни опереться, ни расслабиться, ни выдохнуть спокойно, потому что она стоит, и вот это вот все, это длилось, пока она мне что-то здесь устанавливала на этой руке, это длилось, ну, может быть, минут 20. Наконец-то она мне поставила эту конюлю, и я не знаю, как, ну, как-то она так повесила эту капельницу, что когда она уже ее поставила, эту конюлю, я такая смотрю, и у меня просто моя кровь, да, она текет в эту капельницу. И она такая, ну, ладно, все, я пошла, и как будто бы убегает, вы понимаете, то есть у нее это какой-то такой, я не знаю, панический страх, как будто бы она, причем женщина, ей где-то было лет 45-48, то есть это не та какая-то девочка 20-летняя, которая без опыта, это, то есть это, как я видела, уже женщина в годах, которая, собственно, не должна паниковать в такой ситуации, потому что она стоит полностью на той должности, чтобы принимать роды, да, но я говорю, изначально просто поставить конюлю в руку и пустить эту капельницу, у нее была дикая проблема, да, и позже она побыстрее ушла, и я такая смотрю, и мужу говорю, да, что-то как-то, почему моя кровь-то, я же должна эту капельницу получать, а не капельницу мою кровь, и как бы муж, конечно же, слава богу, меня подержал, говорит, ты ляжь пониже, пониже сядь, чтобы, в общем, вот это вот по, как сказать, капельница могла спускаться к тебе, а не твоя кровь, то есть моя рука как-то получилась так, находилась как-то выше, что ли, хотя капельница нормально висела, ну, в общем, капельница не совсем, получается, правильно была поставлена, правильно отрегулирована, потому что силы гравитации не совсем сработала, скажем так, да, в итоге я опустилась на колени к этой кровати, я не легла на эту кровать, потому что я пыталась, как я говорила, как бы оставаться в вертикальном положении, хочу сказать также, что мою вторую дочь, я проживала все схватки в вертикальном положении, поэтому мои роды длились всего 40 минут тогда, вот, с Мишей, с моим первым сыном, меня заставили лечь, что я не понимаю, на самом деле, меня тогда заставили лечь, и мои роды продлились очень долго, и вот этот период, как сказать, когда ребенок уже должен выходить, он у меня очень долго с Мишуткой продлился, и, как я понимаю, это именно был тот момент, что меня заставили лежать, то есть, с моего опыта я могу сказать, что вот это вертикальное положение однозначно помогает женщине быстрее и лучше родить, и в этот момент я, в общем, встала на колени и облокотилась на кровать, и когда она ушла, когда муж просто там где-то отошел, сел там далеко, и я облокотилась и смогла уйти в себя, вот прям вот просто уйти и принять эту боль, и началась как раз вот именно в этот момент самая такая прям аховая боль, то есть, прям вот вообще выворачивающая, да, я тогда не поняла, на самом деле, что происходит, а это уже просто пошел момент, когда началось полное раскрытие, и ребенок пошел, и когда я при очередной схватке, и их произошло буквально только три или четыре, и они такие самые-самые-самые болючие, я почувствовала, что уйдет ребенок, то есть, акушерка ушла, это так в Германии принято, что они выходят, и тебя оставляют, и там какая-то вроде кнопка есть, куда можно нажать ее вызвать, но когда она придет, по идее, она должна быстро прийти, но может быть, и не быстро придет, и тут, когда я почувствовала, что начинает идти ребенок, я моему мужу сказала, что быстрее зови, быстрее ее зови, потому что я в этом положении, у меня этот шнур, и я уже встать просто не могу. В итоге она прибежала, я родила в вертикальном положении моего мальчика, и после этого мы переместились уже на кровать. Да, и как бы вот так вот, можно сказать, быстро все это произошло, я честно скажу, я ощущала и думала, что у меня будут больше, дольше идти схватки, у меня прокапало, может быть, от силы 10 минут, ну, это прям вот, наверное, даже минут 7, а то и 5, вот от силы, прям это самый максимум, это 10 минут. И в итоге я родила в 3 часа и 0,7 минут нашего малыша. И таким образом, если посмотреть назад, с того момента, как у меня лопнул пузырь, это было ровно в полвторого ночи, и через полтора часа в клинике я родила нашего малыша. Когда я уже лежала, мне положили малыша, я была просто нереально счастлива, что быстро родился малыш, что быстро я прожила эту адскую боль. Боль была в этот раз действительно адской, честно скажу. Я говорю, конечно, если кладут женщину, женщина там лежит по 5 часов в этой кровати, какие-то легенькие схватки идут. Я не знаю, почему это до сих пор врачи делают, вот мне это непонятно. То есть, действительно, чтобы женщина быстро родила, я с моего опыта уже могу сказать, это однозначно должно быть вертикальное положение, просто однозначно. Но почему кладут женщину на эту кровать, мне непонятно, да, честно. Но в итоге, ладно, может быть, если бы я лежала на этой кровати, думала, ковырялась в носу, может быть, я родила бы через часов 5, я не знаю. И, возможно, уже бы, когда ребенок тоже, я не знаю, чувствовал бы себя, возможно, уже не так хорошо. Тут она измерила, кстати, кровь взяла, из пуповины кровь берется, и у него было максимальное насыщение кислорода. Она сказала позже, что, говорит, для вашего ребенка это не было вообще никакого стресса, он, говорит, он даже не почувствовал, что он вышел, говорит, он вообще просто не почувствовал. Вот. И он у меня, кстати, даже не был никаким синим. То есть иногда, да, вот рожают, вот кладут эту женщину на кровать, она давит, 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 этот ребенок застревает, давит, 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 потом наконец-то он рождается, и он весь вот такой синюшный, да. В моем случае, я говорю, вертикальные роды. Это, наверное, самое лучшее, что может быть, потому что никакой синюшности у ребенка вообще не было. То есть максимальный тоже нам дали бал, пап, гар. И, да, и таким образом я еще, получается, с трех часов ночи где-то до шести утра лежала в этой палате. Они оставляют женщину, потому что потом должна, конечно же, выйти плацента. Плацента, хочу сказать, во всех моих трех случаях выходила, слава Богу, всегда без проблем и случаев, когда плацента сама не выходит, когда женщину отправляют на чистку. Это достаточно опасные моменты. Слава Богу, в моих трех случаях никогда никакой проблемы у меня не было. и меня позже перевели в палату. И в палате в этот раз, наконец-то, я была одна, потому что немецкие палаты, они рассчитаны в основном на два человека, ну, по крайней мере, вот в этой клинике. И всегда и с Мишуткой, и с Юлечкой я всегда лежала с кем-то, и всегда целая толпа родственников стояла каждый день практически у этих других рожениц и так далее, и так далее. И ты как бы после родов, когда у тебя там все очищается, и так далее, и так далее. Когда ты ночью не спал, ребенок не просыпается часто, ты кормишь, в этот момент грудь тоже привыкает к кормлению, да, то есть приходят, возможно, трещины. Тут еще какие-то чужие люди стоят, возможно, мужчины, женщины, и там бабушки женщины, тетушки, еще кто-то. И вот это меня всегда напрягало очень сильно. А в этот раз мы попросили, пожалуйста, за любые деньги мы готовы, и мы в тот раз просили, но нам тогда почему-то не давали. А тут я уже сказала, я рожаю, и все, уже моего последнего ребенка в вашей же клинике, пожалуйста, хоть раз, хоть последний раз пойдите нам навстречу, дайте нам платную палату. Ну, они, в общем, меня оставили в итоге в обычной палате, где стоит вторая кровать, и сказали, хорошо, хорошо, но мы тогда доселять, и к вам никого не будем. В итоге я все, получается, и они сократили теперь время, кстати, пребывания в клинике. Раньше выписывали, надо было пролежать трое суток с момента родов, то есть получалось 72 часа, надо было пролежать, а сейчас они сократили на 48 часов, то есть они сделали так, что должно пройти 48 часов с момента родов, и тогда они отпускают. И вот эти двое суток я пролежала одна в палате, и я просто от этого, честно скажу, я первый раз так насладилась. Пока ребенок спит, хотела бы снять вам палату. Вот такая вот палата, здесь на две роженицы, можно сказать. Так это все выглядит. Лампа. Здесь менять ребенка. Здесь все для ребенка. Памперсы, салфетки. Здесь для женщины. И ниже тоже какая-то одежда, и менять тоже для белье, для кровати. Здесь у меня грязное белье лежит, потому что просто нет корзины, куда его убрать. Они мне сказали, это сейчас новое здание. Буквально вот они открыли в середине мая, и сейчас начало июня, и буквально как 2-3 недели они уехали. В общем, вот так вот здесь я нахожусь. Сейчас мне принесли мой завтрак. Покажу вам завтраки в Германии. Меня это, мягко говоря, веселит, потому что, ну, в общем, вот они мне принесли, что у меня. Хотя я не заказывала вегетарианское. Они сейчас стали очень, конечно, все экономить, и дают... Вот вчера тот же самый завтрак был, сегодня тот же самый завтрак. Ну, я рада, рада, чему кормят. но у меня нет ни колбасы, ни сыра, там не, например, как здесь стоит, там может быть суп или какая-то каша. Ничего этого нет. Вот как вчера мне принесли две булочки и такие замазочки. Вот. Так что, так вот выглядит палата. Да, вот маленький детенок. так, и покажу вам здесь душ. Вот такой вот обычный душ, туалет. Вот. Здесь я уже все разложила, вещи разные. Это я на второй день после родов. Вот так вот выглядит уже живот. В общем, в принципе, все хорошо, все нравится. Вот. И меня оставили пока одну, потому что я сказала, что я хочу палату, где я бы лежала одна, но она стоит дополнительно 100 евро за ночь. и такие палаты есть, но пока не подселяют роженицу и сказали, если мы подселим, то вы можете перейти. Ну, как бы они мне даже пошли, можно сказать, навстречу и дали пока бесплатно, ну, то есть от страховки эта палата. И мне пока еще не надо платить, но если сегодня роженица какая-нибудь сюда будет переведена, то я перейду в другую палату платную уже. В общем, вот так вот, друзья. В целом, конечно, если посмотреть, как было раньше, раньше было гораздо больше выбора для ребенка, разных салфеток, всего-всего, сейчас везде экономят. Кофе даже мне не наливают больше, чем одну кружку. Я попросила, у меня здесь термо, такая кружка с собой я привезла, попросила, потому что мне этого кофе мало, мне сказали, что нельзя дополнительно. В общем, везде стали экономить. Ну, я говорю, я рада, как есть кровать, кстати, тоже очень удобная. Покажу вам. Вот здесь все можно включать, выключать. это очень удобно, когда ты с ребенком кормишь. Ну, прям, вообще здорово. Да, в общем, вот такие, друзья, моменты были интересные. Получается, ну, вот, 48 часов нас выписали, и хотела бы ее еще родить. Нет, я так скажу, что вот прям я закрыла свою потребность родов, я закрыла свою потребность беременности, я закрыла свою потребность материнства. То есть, сейчас вот трое детей, это для меня самая, наверное, идеальная модель, когда я не хотела бы в жизни больше никогда повторять никакие роды. Вот, сейчас я полностью удовлетворила вот свое какое-то, наверное, женское желание быть мамой и так далее. То есть, вот, трое детей, сейчас у меня маленький ребенок, сейчас мне найти силы их теперь поднять, растить. Да, друзья, вот такое вот интересное видео. в общем, третьи роды были совсем другим. Спасибо большое за просмотр и всем пока-пока. в общем, это шоу-пока. Спасибо . Спасибо .